Всем привет! В общем, решила я уже стартануть, начать рассказывать вам о том, как я пересекла практически всю Европу, как это всё было, как я выехала из Украины, потому что сейчас это очень актуальная тема, но, к сожалению, нигде очень мало ресурсов, очень мало источников, откуда можно получать информацию. Итак, я расскажу вкратце самые важные моменты, которые я лично для себя взяла, я вам их расскажу. Если вас что-то конкретно интересует, вы в любой момент можете написать мне личное сообщение, и я постараюсь вам помочь. Итак, я сейчас расскажу очень коротко, как у меня получилось выехать. Было очень много разных вариантов, несколько дней, где-то с 1 по 3 марта я сидела на чемоданах и постоянно. В любой момент надо было срываться куда-то и ехать, то есть я была готова к этому. Уже был подготовлен маршрут, самый основной. Был куплен билет Одесса-Ушгород, и я должна была из Карапивницкого доехать до Одессы, и получается с Одессы на поезде тоже на Ушгород. Именно в этот день, когда я должна была ехать с Кировограда в Одессу, за 2 часа до того, как я должна была выйти из дома, мне пишут родители, присылают фотографию, пишут, говорят, что подорвали мост Вознесенский. Именно этой электричкой, ЖД, я должна была ехать через этот мост в сторону Одессы. К сожалению, естественно, эта поездка, она была отменена. И билет Одессы-Ушгород я сдала. И снова началось вот это вот, разные варианты, начала рассматривать, что, где, куда. В конечном итоге я поехала со знакомыми. Так получилось, слава богу, они ехали из Днепра в сторону Ушгорода, туда на таможню. И, собственно, 3 марта в 6 часов вечера я выехала уже из дома. Вот, и приехали мы уже на Ушгород возле таможни. Это было уже 4 марта, примерно 5 или 6 вечера. То есть мы целые сутки ехали в машине. Смотрите, теперь по поводу пересечения границы. Я добралась до Ушгорода, таможни Словакии. Скажем так, водитель украинский нас довез аж до, почти с самой таможни. Вот. Поузнававши, пообщавшись с другими людьми, я лично для себя поняла, что лучше всего пересекать границы именно в Словакии. Там чуть поспокойней, потому что туда чуть труднее добраться, допустим, если чем, нежели со Львова, допустим, и до польской границы. Но это того стоит, потому что граница всё-таки спокойней, и пересекать её легче. Теперь следующее. С чем я столкнулась, когда переходила эту границу? Примерно всё про всё с украинской таможни и до Словакии таможни. То есть всё это время заняло примерно три с половиной часа на всё про всё. Была очередь огромная на украинской стороне из людей. Вот. Мы двигались постепенно. Нас просто впускали, но пускали не быстро, не всех, потому что просто в Словакии там есть определённые моменты. То есть мы с украинской, мы ничего, никакие документы ничего не делали. Мы просто стояли в очереди из-за того, чтобы не впускать огромный поток людей в Словакию, потому что для словацких таможников нужно было время, чтобы уже с нами, конкретно с документами, это всё решить. И вот, когда я стояла в очереди на украинской таможне, нам просто сказали, идите уже прямо, там дальше уже будет Словакия. Мы пошли туда. Когда мы уже подошли к таможне Словакии, взяли паспорта на проверку, это заняло тоже недолго, и всё, и потом нам сказали, теперь снова идите прямо. И когда мы дошли туда, в том направлении, потом мы увидели, что там... Дело в том, что таможня Словакии, я сейчас объясню быстро, там просто таможня. Рядом с ними не находятся никаких жилых пунктов, городов, сёл. Поэтому, когда мы дошли уже после, когда прошли таможню Словакии, там дальше был построен город. Лично для нас, для украинских беженцев, построен огромный город в виде того, что большой участок, где ты можешь поесть, если тебе нужны какие-то вещи, там есть специальное такое огромное место, где ты можешь взять необходимые вещи, допустим, носки, ещё что-то, мало ли. Потому что некоторые люди... То есть у меня был чемодан, у меня были свои личные вещи, да? У меня, слава Богу, была возможность. Некоторых людей даже такой возможности не было. Они, может, там только с документом пересекли эту границу, без ничего. Вот, поэтому в таких случаях для людей есть вот и одежду любую, еда, медикаменты, симки бесплатно давали. Там находятся, везде находились волонтёры. Они выглядят чаще всего это или салатовые, или оранжевые вот эти жилеты, светоотражающие, или, если вы видите, вот как в Берлине я столкнулась, пара на ЖД стояла, и я увидела у них скотч, скотчем, голубой скотч приклеен на куртку и жёлтый. Я сначала удивилась, что это потом подошло, оказалось, они волонтёры, им просто не хватило жилетов. Вот. Теперь по поводу языка, потому что это тоже актуально. Люди, которые совсем не говорят на английском, в принципе, смотрите, в Словакии я столкнулась, что есть люди, волонтёры, которые говорят на украинском, на русском и на английском. То есть в Словакии, допустим, проблем не будет. Они вам объяснят, куда ехать. Получается, с этой таможней вас посадят на автобус, вы даете уже до города, и оттуда вам объяснят, как ехать дальше, куда вы планируете ехать, вы объясните. Вы сначала скажите, там, я хочу вам туда поехать. То есть вы подумайте, хотя бы приблизительно, куда вы хотите, в какую страну, и вам подскажут. Вот. Лично я ехала в Словакии, Чехии, Берлин, и теперь в Амстердаме. Теперь лайфхак, важный совет, важная информация. Я лично столкнулась с такой, ну, скажем так, это проблема была, но не особо важная. Ну, чтобы вы знали. Когда я приехала на первое ЖД из Словакии, нас привезли в город, где есть ЖД, и я начала спрашивать, то есть вы просто показываете паспорт украинский. Всё, вам больше ничего не надо. Лично у меня украинский паспорт. У меня загранпаспорта нету. Но это не помеха. Это главное, чтобы у вас был какой-то украинский документ. Вот. Теперь следующее. Все... Весь транспорт для вас бесплатен, для украинцев. Но действует такой вот момент. Чтобы вы знали, у вас есть место в поезде. Оно бесплатное. Просто само место. Но сидение, то есть здесь сидеть, возможно, такой вариант, что вас могут попросить встать. Почему? Потому что вам дают бесплатное место в самом поезде. Но другие люди могут купить это место, когда покупают билет. Поэтому мне так и сказали, что если хотите именно своё место, чтобы вас никто не догонял, допустим, нужно платить 2 евро. И когда я спросила по поводу того, что окей, окей, да... Подскажите мне, где пункт обмена валют. И мне сказали, что украинская валюта обесценилась. И её сейчас никто и нигде менять не будет. Поэтому запомните, что доллар вам, в принципе, не нужен в Европе. Вам нужно евро. Просто для своей безопасности, если вы хотите, то вы можете взять с собой, из Украины, да, ну, какое-то количество евро. Просто, что лично для себя. Потому что вот я с таким моментом столкнулась. Но я вам скажу так. Я ехала 4 страны, и ни разу, слава богу, так получилось, что не выгоняли с места. То есть вот как я села сразу на это место в поезде, вот я всю дорогу ехала там. Были по 7 часов, по 5 часов я ехала в дороге. И, ну, как бы, всё на одном месте. Но это как получится. Ещё с таким моментом я столкнулась, что в Берлине я поинтересовалась, где у них туалет находится на ЖД. И мне сказали, вон там. И, как оказалось, он платный, 1 евро. Естественно, у меня с собой денег не было. Вот. Поэтому тоже вы должны учитывать вот такие вот моменты, некоторые, с которыми вы можете столкнуться. Возможно, у кого-то ещё есть вопрос по поводу языка. Смотрите, опять повторюсь. В Словакии я лично встретилась с волонтёрами, которые общаются на трёх языках. Украинский, русский, английский. Потом, когда я в Чехию приехала, в Прагу, там оказалось, что волонтёров, даже русскоязычных очень мало, украинскоязычных вообще не было. Русскоязычных очень мало, очень редко. Вот. Но лично мне оно не нужно, но есть люди, которые совсем не говорят на английском, поэтому тоже учитывайте такой вот момент. Но это не страшно, потому что, запомните, везде в Европе есть Wi-Fi. Когда есть Wi-Fi, у вас есть Google Translate, то есть это уже в крайнем случае. И элементарные вещи, которые вам необходимы, допустим, там, I need to buy ticket, мне нужно купить билет, там, вот туда-туда, называйте город, и вам даже англоязычный волонтёр, он вам расскажет, покажет, что, как и где. То есть главное, не паникуйте. В поездах, на ЖД дают бесплатные симки, допустим, или есть Wi-Fi везде. То есть сколько я ехала в любых поездах, был Wi-Fi. В Словакии на таможне, там, где сделали городок для нас, ещё работала сеть украинская. То есть я говорила с семьёй, которая осталась в Украине, ещё благодаря украинской симке. Только когда я выехала уже с того городка, который построили у нас в Словакии, тогда уже пропала украинская сеть. Допустим, по поводу Германии, Берлин, там очень много русскоязычных людей. Очень много. Поэтому, допустим, в Берлине, Германии с этим проблем не будет. Ещё очень важный момент. Смотрите, по поводу статуса беженца. Я сейчас пока вам конкретно не смогу сказать, потому что я ещё не в этом статусе. Когда это произойдёт, когда я уже более-больше информации узнаю, когда приму решение, тогда уже я поделюсь с вами своим опытом. Но запомните, вы, как бы это сказать, смотрите, когда я пересекла границу, зашла в Европу, я всё время была в движении. То есть 3 марта вечером я выехала из Кировограда, 4 марта примерно тоже в 6 вечера я прибыла к хранице, примерно около 8 часов вечера я зашла в Словакию. Всё, я всё это время была в движении. Всё, потом нас посадили на автобус, автобусы довезли до ЖД. Практически сразу, там буквально минут 40 прошло, нас посадили на поезд до Праги. Практически сразу, там в час, час разница. То есть мы приехали, быстро зашли на ЖД, волонтёры туда-сюда нас определили, мы быстро с Праги доехали на поезде снова до Берлина. В Берлине я побывала недолго, тоже несколько часов, я просто много времени потратила на то, чтобы получить билет, потому что очередь большая была, всего-нам-всего. Билет дают бесплатно, просто должно быть наличие билета. Это важно. Но об этом не волнуйтесь, вам всё волонтёры расскажут, всё. То есть вы, главное, не стесняйтесь, спрашивайте. Опять же таки, есть Wi-Fi везде практически. То есть если у вас проблема с языком, вы не можете найти русскоязычного волонтёра, Google вам, Translate Google вам в помощь. Вот. И, в общем, быстро с Берлина я доехала до Амстердама. То есть всё это время я была в движении, я нигде не останавливалась на ночлег. Это очень важно. То есть запомните, вы должны для себя решить, ещё будучи в Украине, в какую страну вы хотите. В какую угодно. Вы можете сейчас приехать в любую страну. Франция, Италия, Испания, Нидерланды, Германия. То есть любые страны, о которых вы знаете, что в Европе, вы можете приехать. Вы должны для себя в Украине это решить. Почему? Потому что вы должны взять, скажем так, всю свою силу, и вот когда вы уже доберётесь до границы, зайдёте в Европу, вы должны прям двигаться, двигаться, и пока вы не доберётесь до той страны, куда вы планируете, нигде не останавливайтесь. Почему? Потому что здесь очень серьёзная процедура. Как только вы попросите волонтёра не как-то ехать до той страны, а именно попросите ночлег, вас зарегистрируют. Да, вас ещё не определяют в беженцы, но вас уже зарегистрируют. И это очень уже щепетильный момент, то есть вы уже будете идти по базе немножко, то есть вы уже дадите свой паспорт, вы ещё не будете как беженец, но вы уже будете в их базе. И если вы вдруг захотите куда-то дальше поехать, тут уже начнут вопросы, понимаете? То есть вы должны для себя решить. Итак, теперь в двух словах, как мне здесь, в Нидерландах. 6 марта приблизительно в 5 утра нас заселили в этот отель. Это город Зандам, отель Intel Hotels. До этого мы приехали на ЖД Эмстердам. Любезно человек, который ехал с нами в поезде, любезно отвёл нас в участок полиции. Это буквально минут 7 ходьбы. После этого за нами приехала большая скорая помощь, так им было удобней. И забрали вещи, отвезли в один отель, потом оказалось, мы там около двух часов сидели, но потом оказалось, что там места нет. И в конце концов, нас отвезли в другой отель, где я сейчас нахожусь. Сегодня это уже второй день перебывания здесь. На статус беженца я ещё не подавала. У вас есть шанс приехать, приехать, если вы уж определитесь со страной. Вот я определилась, Нидерланды. Но я ещё не определилась с городом. И некоторые нюансы. Дело в том, что сейчас, только 33 марта, в Нидерландах начали разрабатывать программу для украинских беженцев. И ещё не со всеми нюансами могут разобраться. Вот даже элементарно мне понадобился врач сегодня. И вот по какой-то причине они не мне, и я знаю, что другие тоже украинские люди, которые, естественно, тоже себя плохо чувствуют. Дорога тяжёлая. Просто дорога, простыли. Вот. И они не смогли надать врача. Вот так вот. Дали только медикаменты, парацетамол. Вот как-то так. И только завтра вот ко мне пришёл волонтёр. Сказал, что завтра, 8 марта, в 12.45, я смогу пойти к доктору. Она мне написала адрес, где он находится. Он находится недалеко отсюда. Вот. И надо будет пойти уже к нему. Тогда он мне сможет выписать необходимое лекарство для горла. Вот так вот, чтобы лечиться. Поэтому я же говорю, сейчас в Нидерландах, допустим, и в других странах, я уверена, тоже, все эти программы, они только в разработке. Поэтому сейчас я ещё не подаю на статус беженца, потому что я хочу знать полную информацию, и только потом я начну двигаться дальше. И под конец. Если у кого-то есть вопросы, пишите мне личное сообщение. Я вам вкратце рассказала, как это получилось у меня. Некоторые моменты не расскажут вам никто и нигде. Если вам нужна более детальная информация, вы можете обязательно написать, и я постараюсь у волонтёров поспрашивать именно конкретно по вашему вопросу. Всем удачи!